всем привет дорогие друзья эфиры game studio у нас с вами очередное видео из цикла попыток сделать клон дивинити на юнити и мы сегодня с вами будем таскать ящики на этим же раз занимаются разработчики игры правильно сейчас как обычно смотрим на экран на результат и потом уже будем смотреть как мы этого результата добились у нас вот здесь появилась дверь которую его герой не может открыть потому что перед ней стоит ящик соответственно мы ящичек можем вот так вот взять и передвинуть нет какие здесь есть пока прикол который надо поправить например то что ящик может встать сам на себя в остальном иногда у меня раньше получалось на стену поставить но видимо я это уже поправил да все остальном все работает все хорошо то есть мы увидим то тех местах где он стоять не может он становится красным светом и соответственно ничего не происходит здесь в инспекторе можно обратить внимание что тот момент когда происходит таскание у нас появляется еще один объект то есть он клонируется после того как мы убрали ящик у нас соответственно дверка открывается все хорошо давайте теперь смотреть как мы этого добились но естественно естественно сразу же после неожиданной заставки а и так что у нас есть у нас есть собственный ящик ящик этот по-прежнему имеет на борту у себя айтен импо и тип бокс то есть в него по-прежнему можно залезть и посмотреть что внутри вот чё-то хранится прекрасно при этом мы можем его таскать то есть взаимодействие по-разному оба словно здесь у нас появились вот такие вот штучки коллекция трансформов которые я назвал point for reaction point наверно должно быть point но нахренство что это такое и зачем он нужно то есть у каждого объекта с которым можно взаимодействовать в я постарался выделить несколько интерактивных точек подойдя которым вдруг сможет с ними взаимодействовать соответственно вот даже вот кусок мяса который лежит у него точно так же есть точечки которым он может подойти по умолчанию у нас выбирается это вопрос еще не к перетаскиванию я вдруг кто-то ждет так причем здесь перетаскивание это вопрос рефакторинга взаимодействия с объектами подбирания предметов залезания в ящики и прочих фигни короче вот то что было в прошлом видео сделано прикол в том что были артефакты и косяки например когда герой пытался подойти вот к этому импровизированному столу так как я использовал метод поиска ближайшей точки в радиусе от трансформы объекта transform position то навыж выдавал ну как бы рандомную точку что вы лично я же ее и просил и она могла оказаться в этом углу в этом углу а герой при этом стоит вот здесь я ему говорю подойди к столу и он вот так вот вокруг всего стола идет короче херня получалось пришлось как-то обруливать ситуацию вторая проблема дверь как и как раз таки на двери то я эту проблему впервые и заметил то есть у меня здесь есть дверь который нужно взаимодействовать и у меня есть в алгоритме если вы помните при взаимодействии с интерактивными объектами высчитывается расстояние до объекта с которыми хочу повзаимодействовать если оно больше то мы пытаемся подойти только потом взаимодействуем если же она соответствует расстоянию заявленному то можно сразу взаимодействовать и получается что если бы но я подходил вот в этот вот уголочек вот сюда я мог открыть дверь не отодвигая ящик что нарушается на геймплейную задумку всего этого безобразия связи с этим как раз таки было принято решение то есть если мы вот на дверь посмотрим здесь тоже две точечки есть спереди и сзади чтобы спереди и сзади открывать запрывать и в нашем чарктер контроллере который потихоньку начинает выглядеть просто как тихий ужас и некий мрак поэтому мы будем все-таки с этим что-то делать обязательно как только я в какой-нибудь тупик встану очередной и буду долго тупить на какой-нибудь задачей тупик тупит я отвлекусь от нее и займусь просто рефакторингом потому что так ну так логичный да я переписал поиск пути то есть если до этого было просто но в мы сет таргет и и пошел с этой позицию как там короче не суть избавился от этого и стал именно через calculate pass делать потому что так надежнее и логичнее контролировать весь этот процесс соответственно идем только тогда когда путь вообще возможен с точки зрения на мыши потому что если не проверять на статус а просто говорить иди он все равно пойдет даже тогда когда туда дойти невозможно он попытается дойти до ближайшей точки там будет топтаться до тех пор пока что-нибудь не освободит ему путь скажем так и вот у нас собственно метод нет клауза спойнт который выбирает ближайшую к герою точку для взаимодействия от объекта то есть у нас есть лист поинтов трансформов и мы по ним пробегаемся здесь сделано весьма приятно скажем так вот у нас есть некий паспоинт ну эту я сделал такой классе малюченький не в нем есть . в нем есть расстояние и в нем есть путь зачем это сделал затем что мне в процессе выявления ближайшие точки так или иначе нужно пытаться рассчитывать путь и если я его уже рассчитал то за каким бы хером мне его вообще считать еще раз когда я уже выберу . этого я иду по точкам и пытаюсь просчитать если путь возможен то я сразу же остановлю но прикол в том что буквально вот за одну строчку до этого нас идет сортировка по дистанции то есть вот здесь вот я рассчитываю дистанцию от героя до объекта и потом сортирую по этой дистанции и прохожусь от самой ближней точки до самой дальней и как только я нахожу первую точку у которой путь возможен я тут же возвращаю ее и все довольны если же этот метод вернет нул мы приходим к выводу что нет ни одной точки которая вообще может быть использована для того чтобы подойти к объекту к предмету там неважно так 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 чё у нас еще тут дальше наш замечательный метод interact with object который тоже потихоньку превращается просто какую-то жуть все это я прям 300 процентов всю эту срань перепишу скорее всего на просто карту соответствия типа и экшена то есть создавал китай шины отдельный и буду их вызывать просто из карты у нас что тут есть у нас появилась здесь дверь и соответственно есть классец durinfo которым есть если открыто то закрыть если не открыто то открыть все прям примитивно что нет но не могу открыть здесь все очень банально то есть здесь просто устанавливается флаг и вызывается анимация открытия за счет чего вся эта хрень работает за счет того что двери как на объекте висит новмэш obstacle обстаку обстык короче препятствия препятствия висит и она просчитывается рассчитывается то есть он застоит наверное вот так даже сделалась то есть тот момент когда дверь закрыта здесь пройти невозможно вот высчитывается что это вещь препятствия когда дверь открывается соответственно новмэш пересчитывается автомате и здесь появляется доступная область для того чтобы герой мог пройти. У двери еще есть такое понятие, как она закрыта-не закрыта, можно ее взломать, нельзя, и если закрыта, то какой ключ для нее нужен? Так, в сущности, эти данные есть, но сейчас никак не используются. Сейчас дверь просто открывается. Ключом мы будем пользоваться в следующем видео. То есть я создам отдельную дверку, там дальше у нас по игре, если смотреть, у нас вот здесь вот будет дверка, которая закрыта на ключ. Этот ключик нужно найти будет вот здесь в углу. Об этом нам расскажет овца, который будет вот здесь сидеть. Это мы все сделаем. Соответственно, следующее видео будет посвящено диалоговой системе. То есть мы будем разговаривать с овцой, сделаем диалоговую систему, и сделаем, собственно, открытие двери с помощью ключа. Так как эти штуки взаимосвязаны, в одной комнате все находятся, будем делать все скопом. Так, что дальше? Дальше, собственно, перетаскивание. Самое интересное. У нас есть некий класс, который говорит, что оно драгабл. И если оно драгабл, вот здесь вот еще в этом роде добавлен флажок дополнительный. То есть если оно драгабл, то мы вот с этой фигней работаем. Она по-молчанию выключена, потому что она нафиг не нужна. И включается она только в тот момент, когда начинается, собственно, момент таскания. Что у нас тут происходит? Здесь из интересного, ну вот эти вот вещи, он триггер-энтер, он триггер-эксит, они вычисляют, может ли объект, который мы сейчас перетаскиваем, быть поставлен на данную поверхность. Если здесь есть пересечение с каким-то коллайдером, то, соответственно, не может. То есть у нас ставится флаг из can be moved, false и цвет красненький. В противном случае цвет беленький и флаг true. Когда доходит дело до таскания, включается коротинка. Эта рутинка достаточно простенькая, но я считаю достаточно элегантной, мне прям нравится, как у нее получилось. Та самая траектория, по которой объект перемещается, она по факту представляет собой перевернутую параболу. И можно было бы рассчитывать это математически, просто по формуле, да? Но я пошел по пути простоты и вот это вот отпрыгивание и опускание сделал максимально тупым образом. Вот есть у нас кривая, вот такая вот. И, соответственно, в коде у нас вот здесь мы просто берем точки по времени вот этой кривой и прибавляем значение этой точки к текущему игреку позиции. То есть у нас позиция перемещается по лерпу из точки А в точку Б, также, да, по керентайму. И при этом у нас в новую позицию добавляется еще вот тут к игреку значение, полученное из той самой кривой. То есть в теории мы можем вот тут нарисовать какую угодно срань. Сейчас как-нибудь вот так вот сделаем и, соответственно, таким образом контролировать то, с какой анимацией объект будет перемещаться. И вот, да, мы видим, что он скачет по вот этой вот кривой. Вот это мне показалось достаточно приятным решением, соответственно, я на нем и остановился. Дальше само таскание. Вся магия происходит в мышко-тыкательном аппарате. Изначально у меня обработка мышки была, собственно, в чарк-чар-контроллере вот здесь вот. Но он уже настолько разросся и начал делать те вещи, с которыми он вообще не должен работать, что я эту хрень вынес. Вне... Вот. У нас есть драг-баттон, да, наш. Это левая кнопка мыши, ну, зажатая. И у нас есть время удержания. И, соответственно, есть некий параметр, от которого мы отталкиваемся. То есть полсекунды в данном случае. Если мы удерживаем кнопку дольше, чем полсекунды, то мы считаем, что мы уже ее зажали и работаем по принципу зажатия. Соответственно, проверяем, таскательный ли у нас объект, можем ли мы его таскать. Если можем, то вот здесь у нас создается как раз таки клон объекта. Мы у него коллайдер превращаем в триггер, потому что по умолчанию он как коллайдер работает. У копии таскательной он становится триггером. Удаляются ненужные компоненты с него тоже просто, чтобы не висели лишний раз. Может быть, можно было этого не делать, но мне как-то захотелось, чтобы был такой своего рода порядочек. И устанавливается слой для таскательного объекта. Соответственно, мы создаем копию. Дальше мы уже смотрим. Так как эта хрень отрабатывает только в том случае, если объект еще не создан, то если он создан, мы стреляем мышкой в поверхность по маске того, куда мы вообще можем таскать. И просто перемещаем вот эту нашу копию в эту самую точку. Просто в точку и поворачиваем ее по нормальной поверхности. То есть, грубо говоря, строго перпендикулярно к той точке, в которую мышка сейчас попала. Если же в какой-то момент времени вся наша система приходит к выводу, что она закончилась, вот, Moving Button это у нас тоже левая кнопка мыши, но отрабатывающая по поднятию, то есть Get K-Up. Да? И, соответственно, если у нас есть факт, что мы что-то таскаем и при этом мышка поднялась, значит, мы приходим к выводу, что надо попытаться перетащить объект. Собственно, что сделается? Здесь проверяется, может ли он вообще таскаться, как вот здесь мы смотрели, да? Флаг устанавливается в случае пересечения. И если да, то хорошо, если нет, то, соответственно, нет. Если да, то мы ставим флаг, что он к объекту, что он может быть перемещен. задаем туда позиции, соответственно, как он будет, и говорим нашему контролевому персонажу, что он обязан по взаимодействию с объектом, передаем дополнительный флаг true. Это как раз-таки флаг того, что объект таскательный, то есть, что он должен взаимодействовать с объектом, как с таскательным. Здесь дальше вся та же самая стандартная магия вычисления возможности пути, расстояния и бла-бла-бла, и если все хорошо, то мы просто его таскаем, то есть, мы берем вот этот вот компонент Dragable и вызываем тот самый мувит. В противном случае, если мы ничего не таскаем и просто приткнули на мышку, то мы отрабатываем по обычному сценарию ходьбы. Вот, собственно, и все, то есть, вот эта вот вся история с работой с мышкой я ее вынес в Mouth and Pop процессор, потому что уже каша начиналась, возможно, и здесь я еще от Refactor что-то, но пока так. Как-то такое ощущение, как будто сумбурное видео получилось, но даже если так, хер бы с ним. Если вдруг у кого-то остались вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях, я на все отвечу. Планы на следующее видео, да, как я говорил, надо сделать вот эту комнату, соответственно, я сделаю прототип этой комнаты, помещу в нее нашего первого НПСа, тут будет овца, пропишу с ней диалог, соответственно, напишу диалоговую систему, после чего сделаю вот здесь дырку в стене, захерачиваю сюда дверку и сделаю так, чтобы дверка открывалась по ключу. Только в том случае, если в инвентаре у персонажа будет ключ, соответственно, мы создадим сущность проверки условий. Она же нам будет нужна и для диалогов, потому что диалоги тоже должны проверять условия, в том числе на наличие предметов в инвентаре, то есть они будут пользоваться одной сущностью. На все это безобразие, я думаю, уйдет еще тоже где-то неделька, может чуть меньше, потому что все-таки тут не так много работы. Ну и все. Исходники всего этого безобразия по-прежнему на бусте, но я хотел бы сделать маленький акцентик на этом деле, что чем дальше мы будем продвигаться, тем сильнее я буду поднимать уровень доступа к исходникам, потому что все-таки в них вкладывается труд, они начинают содержать в себе много работы и, ну, они банально начинают тоить, да, чего-то. И, соответственно, ну, я буду поднимать уровень доступа к подписке для тех, кто сможет скачать эти исходники, если они вообще кому-то нужны, потому что я пояс не имею вообще качает их, не качает, кто-то в бусте не предоставляет мне статистику по скачиваниям. Если что, можете, ну, напишите в комментариях вообще качаете вы исходники, не качаете, то, может, это вообще никому нафиг не нужно и эта херня их страдает. Вот. И, в конце концов, когда мы дойдем до определенного момента, я перестану выкладывать исходники, потому что в какой-то момент просто, ну, меня уже жаба за душ отделится всем этим безобразием. Я по-прежнему, естественно, буду выкладывать видео и по ним можно будет восстановить хронологию моего безумия, но выкладывать исходники в какой-то момент я перестану. Скорее всего, как раз к моменту, когда мы дойдем до последней комнаты, где будет взаимодействие с поверхностями и непосредственно боевая система. До этого у нас в этой, помню, чем будут еще головоломки. Это все еще войдет в расшаренные исходники. Так или иначе, я всем максимально признателен за поддержку канала. Мне очень важно, что вы меня поддерживаете и это сильно мотивирует делать новые видосики, потому что я мог бы молча себя в тряпочку программировать и, ну, как бы, и хермы с ним. А так, вроде как, и я делом занят, и вам хорошо. Поэтому на экране сейчас вы видите никнеймы тех, кто поддерживает меня на Boosty. Каждому исключительное спасибо. Кто-то там уже отписался, тут уже дело каждого. Но в любом случае буду рад новым подписчикам. Ну, наверное, и все. Да, да, все, наверное, все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.